МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина Барфо-Лебержер одна из последних больших работ французского живописца Эдуарда Мане. Это полотно впервые предстало перед зрителями в 1882 году на парижском салоне. Его сопровождала пометка вне конкурса. Такую привилегию получали художники, хотя бы однажды награжденные медалью салона. Эдуард Мане удостоился такой чести лишь годом ранее, в самом конце своей карьеры, за работу портрет Пертьюизе. Теперь же, по иронии судьбы, этот художник, критикуемый и отвергаемый большую часть своей жизни, смог представить на официальном салоне, в обход жюри, настоящую картину-манифест своего творческого кредо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изображая модное парижское кабаре, 50-летний живописец вернулся к своей излюбленной теме. Ведь сценки из парижской жизни часто появлялись на его полотнах. Он изображал их в юности и в более зрелом возрасте. А однако тот, кто взглянул бы на новую картину более внимательно, обнаружил, что бар Фолибержер – это нечто гораздо более значительное, чем просто зарисовка жизненной ситуации. Картина является одной из самых загадочных работ Мане. Ее нередко называют «картиной-ребусом». В своем полотне художник соединил сразу несколько живописных жанров – портрет, натюрморт, интерьер и жанровую сценку. Мане намеренно вел в действие знакомых персонажей. Ему позировала Сюзон, барменша из кабаре Фолибержер, тогда как в роли ее клиента изображен приятель Мане – художник Анри Дюпре. Дюпре появился на полотне дважды. Его, сидящего в ложе, можно увидеть у левого края картины. Рядом с ним, в белом платье, известная дама полусвета, приятельница Мане – Мари Лоран. За ней – актриса Жанна де Марси. В подчеркнутой реалистичной манере художник поместил в композицию недавно вошедшие в быт электрические лампы. То было одно из первых изображений электрического света в живописи. Он зафиксировал на картине и такие знаковые детали современности, как бутылки британского пива с красным треугольником на этикетке. Действительно ли Фолибержер торговали английским пивом? Или художнику оно потребовалось в качестве ключа к композиционному решению картины? Вся композиция построена на треугольниках. Ее центр образует треугольник фигуры Сюзон. Ему вторят и отражение фигуры девушки в зеркале и мелкие детали. Декольте ее платья и букетик цветов, приколотый корсажу. Треугольники, направленные вершиной вверх, уравновешиваются перевернутыми треугольниками. Это люстры, пространство между героиней и ее отражением, бородка к клинышкам у мужчины и даже челка у Сюзон. И та подстрижена не ровно, а углом. Мане начал работу в серии набросков, сделанных в кабаре. Однако состояние здоровья не позволило ему работать на натуре. Ему пришлось воссоздать интерьер Фалевержер в своей мастерской и пригласить Сюзон и Анри Дюпре для позирования. Этюды картине художник выполнил в легкой, импрессионистской манере. Тогда как на полотне живопись Эдуарда Мане стала более реалистичной и сдержанной. Именно в таком стиле писали любимые им испанские мастера. Лишь отражение в зеркале на заднем плане сохраняет зыбкость, а вместе с отражением неуловимо меняется и смысл картины. Из обычной бытовой сценки она превращается в аллегорию одиночества, отражает размышления умирающего художника о суетности, быстротечности бытия и удовольствии. Барфалибержер можно сравнить и с философскими натюрмортами ванитос. Этот аллегорический жанр был популярен в эпоху барокко и служил напоминанием зрителю о бренности всего земного. Атрибуты, свойственные ванитос, заметить несложно. Фрукты – символ плодородия и грехопадения. Розы – знак плодской любви. Бутылки алкоголя указывают на грех пьянства. Зеркало означает тщеславие. Статичная фигура сезон тоже выглядит частью этого натюрморта. Это товар, выставленный на продажу. Букетик цветов притягивает взгляд к ее декольте, а треугольный фрагмент юбки выреза темного бархатного казакина недвусмысленно говорит о женском естестве. Следуя традиции, свойственной натюрмортам 17 века, Мане зашифровал свой автограф и дату создания картины. Они нашли место на этикетке бутылки с вином. Большую часть холста занимает изображение зеркала. Тема зеркала всегда интересовала Эдуарда Мане. Он внимательно изучал работы голландцев и картины Веласкеса. В их композициях отражения играли важную роль. Зеркало у Мане не просто фон и не прием для передачи глубины пространства, а полноправный участник картины. Ведь именно в нем происходит действие. Девушка общается с клиентом. Акробатка балансирует на трапеции. Публика обменивается репликами, аплодирует, наводит лорнетта на знакомых и незнакомых. Чем внимательнее зритель вглядывается в отражение, тем больше он видит, что оно совсем не соответствует реальности. Количество бутылок в отражении отличается от количества тех, что находятся на барной стойке. К тому же они расположены гораздо дальше от руки Сюзон, чем в реальном мире. Затянутая в корсет фигура девушки в отражении кажется несколько оплывшей. Героиня, которая угодливо склонилась к своему клиенту и так внимательно слушает его в зазеркалье, в реальности выглядит отрешенной. Она глубоко погружена в свои мысли и кажется совсем равнодушной к веселой жизни кабаре и к назойливым ухаживаниям мужчин. С этим отрешенно-призрительным взглядом зрители уже встречались на полотнах Мане. Так смотрела скандально известная Олимпия, взбудоражившая парижан двадцатью годами ранее. У этих двух картин много общего. Та же построенная на треугольниках композиция, те же украшения у героинь, черная бархотка на шее, тяжелый золотой браслет на правой руке, когда-то он принадлежал матерь Мане. Жемчужные серьги в ушах. Но если Олимпия бросала неприкрытый вызов обществу, глядя зрителю прямо в глаза, то девушка, отделенная от публики барной стойкой, выражает совсем иной протест. Она просто отказывается замечать окружающий ее мир. Не в этом ли зашифрованное послание умудренного жизнью художника? Столь гонимой критикой в молодые годы и необычайно чувствительной к ней, Эдуард Мане завершал жизнь признанным мастером. Мастером, чьи работы были вне конкурса. Мастером, отрешенным от суеты мира и равнодушным, и к злобному ворчанию, и к комплиментам восхищенной толпы. Субтитры создавал DimaTorzok